Здравствуйте! Неделя в эфире. Эти семь дней многим запомнятся предновогодним ажиотажем, пожаром Молармада, а также приговоры мнения Куликова с сильными пробками и ветром. А подробнее сегодня мы поговорим обо всем, что связано с Новым годом. Щедрость души, благотворительные ярмарки, концерты, спектакли. Одни оренбуржцы боятся жертвовать, другие не стесняются просить, чтобы сделать праздник тем, кому сейчас нелегко. Корпоративы вопреки кризису. Оренбуржцы не желают отказываться от праздников на работе. Даже сами за это готовы платить. Красивые елки, редкие игрушки и дорогая иллюминация. Новогодний антураж должен спасти оренбуржцев от плохого настроения. Сколько стоит этот праздник? Отойдем от традиции перед Новым годом. Обсудим сюжеты вместе с теми, кто когда-то над темами работал и в курсе событий. Коллеги Александр Жарков и Анна Немут. Праздничные дни, праздничное настроение. Хотелось бы вообще сейчас не говорить о проблемах, но, видимо, совсем не получится. Неделя преподнесла все-таки неприятные сюрпризы. В четверг огонь охватил территорию Мола Армада. Загорелся один склад бывшего шелкокомбината. О том, что в пылающем здании могут находиться люди, пожарные предположили сразу. Оказалось, среди эвакуированных нет колдовщицы склада, где начался пожар. Позже подтвердились самые худшие опасения. Среди погибших оказался и охранник склада. Пятерых с диагнозом интоксикация доставили в больницу. Их состояние врачи оценили как средней степени тяжести, но здоровью ничего не угрожает. Сообщение о возгорании в крупнейшем торговом комплексе в МЧС поступило в четверг, около 12 часов дня. Позже выяснилось, горят тюки с шерстью на складе компании «Холти». Из-за густого дыма и удушающего запаха попасть в помещение пожарным удалось только благодаря кислородным баллонам. Огонь тушили больше трех часов. Локализовали в 15.40, а полностью ликвидировали только в половину шестого вечера. Что такое торговый комплекс? За пять дней до Нового года ажиотаж, масса покупателей. Благо, эвакуировали всех быстро. Но стать свидетелем такого пожарища в канун праздника, узнать о гибели людей, тоже не в пользу праздничного настроения. Жаль людей, семьи, предпринимателей. И вообще, предстоящий Новый год мы будем встречать многому вопреки. Вопреки трагедии в Армаде, вопреки падению рубля, вопреки росту цен, вопреки кризису. Несмотря на все эти напасти, люди готовятся к праздникам, покупают подарки и стараются делать добро. На этой неделе презентовали новый благотворительный фонд. Организовали обыкновенное чудо артисты из народа, депутаты, предприниматели, общественные деятели, которые отыграли в одноименном благотворительном спектакле в начале этого года. Собранные деньги пошли на отдых, реабилитацию детей с диагнозом ДЦП. Помогали участники спектакля и потом. Теперь это будут делать под эгидой нового фонда. Люди под конец года торопятся делать добро. Праздник прошел в детском отделении онкодиспансеры. И фонд «Сохраняя жизнь» собрал на большой утренник детей из малообеспеченных и приемных семей. Все благодаря пожертвованиям. Но даже о таком деле, как благотворительность говорить вопреки экономическим обстоятельствам, получается с трудом. Наступающий Новый год слегка огорчил тех, кто пытается подарить чудо детям, которым сейчас тяжело. И дело, скорее, не столько в нехватке поступающих денег, сколько в дефиците щедрости душевной. Почему одни, зарабатывая немного, готовы отдать последнее, а другие, имея хорошие дивиденды, остаются слепы к чужим несчастьям и проблемам? Валерия. Пять детей, двое приемных. В городе живут на съемной квартире. Наталья воспитывает одна-двоих детей, живут с мамой. Анна, фотограф, воспитывает двоих детей, дочь приемная. Оксана воспитывает одна-двоих детей. Все эти люди далеко не богаты деньгами, с нелегкой судьбой и минимумом свободного времени. Организовывать новогодние праздники для больных детей и тех, что живут в небогатых семьях, задача не из легких. Что толкает их на благотворительность? До конца полно ответить на этот вопрос вряд ли возможно. Да и самих этих женщин сегодня волнует другое. Что заставляет людей отказывать в помощи перед Новым годом? Есть театр, который детский есть, отказали. Сказали, что нет мест, нет времени у них. Ну как, я понимаю, что все по времени, все по часам. Можно было же как-то выделить время, ну час, два. Мы не просили в один день все, мы просили там в разные дни. Десятки, а то и сотни звонков на предприятия, встречи, просьбы об участии в организации новогоднего чуда для детей и отказы. Между тем, речь иногда идет о совсем небольших суммах. С пакетами у нас ситуация получилась. Спросили 200 пакетов, выделили только 100. Обидно? Обидно. В итоге, недостающая часть новогодних пакетов для подарков детям вместо крупного магазина упаковки купила обычная, совершенно чужая девушка из социальной сети Татьяна, потратив на это всего 150 рублей. Сама Валерия волонтерством занимается первый год. Ее большую семью мы впервые показали в проекте «Свои дети». Побывав в детских домах и став приемной матерью, поняла, тем, кому сейчас трудно, праздник нужен больше остальных. Спустя месяц волонтерства Валерия уже делает свои выводы. Я считаю, чем богаче, тем жаднее. Тем больше денег, тем люди жаднее. В этом году новогоднее чудо люди дарят менее охотно. Благотворительность пошла на спад, говорит председатель фонда «Сохраняя жизнь». Позади большая ярмарка. Собрали 21 тысячу рублей. Подарков на Новый год детям купили на 50. Люди боятся жертвовать. В сравнении с прошлым годом, в этом году поменьше поступление, особенно перед Новым годом. Поменьше подарков стало. И больше обращений стало людей. То есть многие, кто планировал сделать хорошие дела, от них отказываются сейчас. Мотивируя тем, что непонятно, что у нас сэкономит. И тем не менее, перед Новым годом люди становятся щедрее. Волонтеры уже знают, как и кого надо просить о помощи. Помогают обычно простые оренбуржцы. Те, кто жертвуют большие суммы, предпочитают делать это анонимно, без помпы. А вот отказывают, как ни странно, самые крупные предприятия. Один банк, который нам отказал в помощи. А девочки из этого банка, они собрались и сбрасываются. Не знаю, поскольку, но сбрасываются. И ежемесячно нам такие приличные суммы. Нам помогают. Помогают проекту приемный ребенок. Наши стать родными. Банки самые скупые на доброту и щедрость, говорят волонтеры. А вот самые щедрые – строители. И те люди, которые сами прошли через испытания, слезы и горе. Сострадание, воспитание. И все-таки, если человек когда-то нуждался, он всегда старается помочь. А если человек жил всегда безбедно, сыто и в достатке, ему очень часто непонятно, зачем это надо. Новый год, тем более, это же семейный праздник. И поэтому я думаю, что каждый ребенок на белом свете должен радоваться этому празднику. Это новый год, это новая попытка. Счастье принесет в новый мир окно открыто. В нем грустить нельзя, сказка вдруг закончилась. Возвалась твоя мечта, и теперь ты веришь в чудеса. Много людей, которые делают добро, какие-то вещи, связанные с благотворительностью, исходя от веления души и сердца. Но, к сожалению, это люди, обычные граждане. Обычные, может быть, рабочие, врачи, пенсионеры. Что удивительно. И делают они это не для того, чтобы благотворительность стала поводом для пиара. Потому что у нас сейчас часто благотворительность является поводом именно для саморекламы. В принципе, благотворительностью мы же часто занимаемся, снимаем сюжеты, кто кому помогает. Обычно перед Новым годом ездят часто в детские дома. А вчера я решила у друзей поинтересоваться, чтобы их побудило заняться благотворительностью. Ответы мне, честно сказать, поразили. Ну, большинство, естественно, ответило, что недостаточно времени, мало денег. Собственно, тех средств, которые они могут пожертвовать, их, как обычно, недостаточно. Максимум, что могут отослать кому-нибудь смс-ки, как вот Жанне Фриске, допустим, мне подружка отсылала. Так детям пока нет возможности. И также друзья сказали такую интересную идею. Мы, говорит, с удовольствием бы помогли помыть окна, сходить с детьми, которые в этом нуждаются, там куда-нибудь на каток, ну, или, говорит, слепить пельмени, чтобы было весело, здорово, забавно. Но такая благотворительность, мало, говорит, кому нужна. Это по большей части самодеятельность. И очень, говорит, страшно, что нас приучает к тому, что счастье – это в основном материальное благо. И это очень жаль. И еще о щедрости души. Благотворительный новогодний праздник прошел на неделе и для онкологически больных детей. Им обказали сюжет. Все, как всегда, елка, клоуны, хороводы. Вот только глаза детей и родителей не давали забыть, где все это происходит. Уже на следующее утро в редакцию Орин ТВ пришел молодой человек и передал 20 тысяч рублей на подарки этим детям, которые накануне Нового года продолжают бороться за жизнь. Руководитель фонда Орин Онг Татьяна Захарова говорит, что именно благодаря таким людям многие из больных детей живут и выздоравливают. Сюрпризы перед Новым годом для них нужны как никогда. Но почему некоторые из нас хотят помогать чужим людям, а другие предпочитают ограничиться узким семейным кругом? Об этом мы поговорили с Татьяной Захаровой, человеком, для которого просить о помощи стало целью и хобби. Татьяна, перед Новым годом как люди хотят помогать? Ну, я думаю, что многие хотят помогать. И вы знаете, есть такое выражение, что перед Новым годом многие честят карму. Как бы вот считают, что если они сделают что-то благое, то в следующем году им воздастся. Поэтому многие помогают. А кто чаще помогает? Чаще всего помогают простые люди. И я уже говорила, что это люди с богатой душой. Это те, которым приятно делать какие-то радости. Возможно, они сами прошли через какие-то неприятности в жизни. Но они это делают искренне. И они очень откликаются. А как крупные предприятия реагируют? Крупные предприятия, они реагируют. Но вы знаете, у них же бюджет, у них же все запланировано. И поэтому немножко есть трудности. А в принципе, все мы люди. А если отказывают, чем мотивируют? Ну, если отказывают, они ничем не мотивируют. Они просто отказывают и все. Как правило, это или же не заложено в бюджет, или же у них нет средств на это. Но их тоже можно понять, потому что такое бывает. А вам не обидно в моменты, когда отказывают? Нет. Ну, потому что если человек отказывает, на это есть причины. Возможно, он сегодня мне откажет. И сегодня мы не получим того, чего мы хотим. Но придет время, когда эти люди захотят нам помочь. Почему одни помогают, а вторые отказывают? От чего это зависит? Есть же люди, которые не думают, что кто-то, может быть, нуждается больше, и у них есть возможность помочь. Но почему-то вот так, видать, упали звезды, что в этот момент они не помогают. Мы же все разные. И у каждого свое. Допустим, даже был такой случай в моей личной жизни. Вот у меня случилось такое, что когда лечился мой ребенок, мне срочно нужны были деньги на лечение. Тогда мы все покупали за свой счет. Это был 99-й год. И вы знаете, как ни странно, мне помог тот человек, который вообще никогда никому не помогал. Потом, как выяснилось. И все были удивлены, почему он вдруг нам помог. Но, к сожалению, сейчас уже его нету в живых. Но это было. Ну, действительно ли, что больше помогают люди, которые сами пережили вот что-то подобное? Ну, в принципе, вы правы, да. Почему? Потому что, пройдя через определенные испытания в жизни, ты начинаешь понимать этого человека, ты начинаешь понимать эту семью. Вы знаете, у нас у каждого внутри там что-то срабатывает. Или же ты хочешь это делать, или же тебе еще не время, ты еще не созрел до этого. Надо прийти к этому просто-напросто. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Пожалуйста. Если говорить о людях, которые желают сделать добрые, отдать деньги нуждающимся, больным, сиротам, здесь нельзя говорить о том, что что-то ими движет. Вряд ли мы их сможем понять, потому что, как правило, они себя закрывают в этой информации. Как пример, Иван Ткаченко, хоккеист Ярославского клуба, после его гибели выяснилось, что он отдал за 4,5 года порядка 10 миллионов рублей на благотворительность, и об этом не знали даже его близкие, родные не знали. Что-то внутреннее им двигало, и, опять же повторюсь, веление души там, да, ну, это люди такие. Мне кажется, от природы все щедрой душой, ну, либо жизнь сейчас такая, либо еще какие-то обстоятельства на нас влияют, и люди замыкаются действительно в своем семейном кругу, в своих проблемах, и мне кажется, что по большей части благотворительностью занимаются те, у кого какая-то проблема случилась в своей личной жизни, кто сам лично это пережил. Пока мы это не переживем, в принципе, это на любом примере жизни, можно сказать, мы не начинаем об этом думать и не начинаем что-то делать, чтобы это исправить. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, а затем продолжим говорить о предновогодней неделе. И мы продолжаем неделю. Предновогодний кураж. Встреча с коллегами в неформальной обстановке в самом разгаре. На этой неделе работа в большинстве компаний сочеталась с праздничными вечерами. Осталось еще два дня, чтобы после попрощаться на длительные каникулы. Но стоит сказать, что не всем компаниям повезло. Обвал рубля, продолжающиеся санкции, рост цен, убытки. И некоторым учреждениям пришлось сказать нет корпоративам. Мол, так финансы поют романцы. Среди отказавшихся, к слову, больше банков. И все же тех, кто пусть и в непростое время решился на затратный корпоративный вечер, хватает гулять-то гулять. Вот как сейчас принято праздновать, что принципиально изменилось в посиделках с коллегами, узнала Анастасия Шахмать. У кого шоу только начинается, у кого-то уже отгремело и отплясало. Оренбуржцы, хоть и опасаются финансовой нестабильности, но в удовольствии отметить, пожалуй, самый любимый праздник, не отказывают. Говорят те, кто организовывает корпоративные вечера. Люди отдыхают, люди любят куражиться. Люди, которые идут на праздник, мне кажется, они уже идут с мыслью о том, что надо оторваться, что наконец конец года, что мы действительно повеселимся. Народные театры, тематические вечера, конкурсы самодеятельности, разнообразие корпоративных программ на разные бюджеты и креативный подход отдыхающих. В свою очередь, ивентеры, организаторы праздников отмечают, что с каждым годом заказчики становятся требовательнее. Все больше выбирают тематические вечера, что иногда, к слову, обходится дешевле, например, из-за костюмов. Гости приходят, они сами переодеваются, они сами в потрясающем настроении и, по сути, не нужны ни танцоры, ни развлечения. Да, естественно, фактор предыдущего, фактор качественного звука, отсутствие фокапов и прочих моментов всегда сыграет отличную роль. Но самое главное, естественно, это сами гости, которые приходят, заведомо уже заряженные, заведомо уже на позитиве. Стиляги, рок, алиса в стране чудес, карнавал. Но самое сложное, что удалось уже сделать, это вечеринка в стиле Гэтсби. Сейчас новый заказ делится Эльдар. Кремлевская елка, да, у нас там ведущий, как Леонид Ильич, там, да, все, так сказать, граненые стаканы, все вот в тех годах, да, но для того, чтобы это сделать, поставить какую-то атрибутику, антураж, коллективы, необходимо опять-таки же все равно некие затраты. Создатели праздников признали, что работы даже в это непростое время им достаточно. Вспоминают, что в прошлом году даже было хуже, после обращения президента и его жесткой рекомендацией, не тратить деньги на развлечения. А вот кто готов заказать развлекательную программу, сегодня выкладывают от 50 до 70 тысяч рублей. А праздник, как говорится, под ключ стоит от 180 тысяч до полумиллиона. Ведь шоу должно продолжаться. Организаторы работают, если идут в ногу со временем. Те, кто задирал цены, они, наверное, оказались в пролете. Вот пусть это будет грубо. А те, кто цены не задирал, те, кто, в общем-то, понимает всю ситуацию, вот они, наверное, работают. А у тех, кто отдыхает, появляется культура неформального общения. Ведь в первую очередь задача корпоратива – сплотить команду. Хотя ошибки еще встречаются. Необязательно корпоративное мероприятие. Это должно быть до 12 часов в Тар-Тарары, с большими возлияниями алкогольных напитков. Возможно, это двух-трехчасовое мероприятие, где ты можешь где-то выбраться, куда-то на треугольник. Корпоративы вне кризиса, как показала практика. Отказаться от корпоративного праздника значит испортить людям настроение, лишить радости. Именно этим мотивирует решение не отказываться от гуляний руководителя ряда предприятий. Мои коллеги, эксперты недели, во многом согласились. Темой про корпоративы я начинал заниматься и потом передал другому автору. Но информацию, которую удалось собрать, в этом году многие компании отказываются от проведения этого праздника. Можно понять, если это банки. Потому что многие сейчас, даже сотрудники, мне сегодня утром сказали, находятся в отпуске без содержания. О каком корпоративе может идти речь? Но, с другой стороны, мне так кажется, что многие компании сегодня просто пользуются этой ситуацией и под эту гребенку не проводят корпоратив. А что для человека, который работает на каком-либо предприятии в нашей стране, корпоратив, вернее, отказ от корпоратива, это стресс. Я серьезно так считаю. Это стресс для человека. Я всегда считала, что корпоративы сплачивают людей, создают командный дух, укрепляют командный дух. И независимо от кризиса, либо от каких-то жизненных ситуаций, в любом случае, корпоративы, по большей части, проводятся один раз в год. И почему бы один раз в год не собраться? Дело ведь не в деньгах, дело в творчестве людей. Елочные базары, магазины, игрушек и подарков – самые привлекательные места для оренбуржцев на этой неделе. В этом году город начали украшать несколько позже обычного. Оренбуржцы это компенсировали в пределах дома и офиса. По вечерам в окнах уже давно сверкает иллюминация. Елки теперь украшают кто во что гораст, лишь бы позволяли финансы. А вот это уже тема отдельная – о возможностях, реальности и предновогодней красоте Ольга Аксенова. Современная елка, аккуратно украшенная на западной манере. В основном белосиняя или зелено-красная. Банты, снежинки, свечи, бусы против старинных сказочных героев. Шаров и мерцающего дождя. Раньше каждая игрушка была отдельным героем, попавшим в новогодний лес. Домики, человечки, белки и зайцы. Окончательный образ – фонарики с маленькими лампочками внутри и много-много блестящей мишуры. Сама елка занимала чуть ли не половину комнаты. Елка фольклорная, на ничуть только не было. Там были всякие разные звери, и шары, и сосульки. Я помню, по детству у меня был и чайничек, и кофейник. А сегодня елка, она более такая стильная, она более выдержанная. Консерваторов в Оренбурге мало, но до сих пор некоторые люди предпочитают именно такое – украшение на праздник. Большой выбираете? Да, до потолка елка должна быть. И старой, и новой, и каждый год, естественно, несколько новых игрушек. Поэтому все как положено. Дмитрий Шикарев считает, по старинке наряжать елку гораздо интересней. С традиционной, русской, не сравнится ни одна европейская красавица. Сколько бы она ни стоила, сейчас живое новогоднее дерево можно купить от 300 рублей прямо на рынке. Цены доходят до нескольких тысяч. Искусственная елка даже среднего размера будет, конечно, в разы дороже. Стоимость элитной может достигать несколько сотен тысяч. Да и красивые игрушки из стекла и с ручной росписью меньше, чем за тысячу рублей не встретить. Выбор большой на любой кошелек, вкус и цвет. Самые роскошные елки в Оренбурге в красивых местах, салонах красоты. Руководство салона, говорит, пришлось раскошелиться. Около 80 тысяч рублей вместе с игрушками. Зато голову ломать не нужно, как нарядить этот дорогой, но красивый символ Нового года. Городские елки, конечно, менее модные, но зато превосходят своими размерами. Блестящая елка в поселке Ростыши. Дорогая красавица украшена только лампочками на сумму в 3 миллиона рублей. Всего в городе более 30 елок. Высокие красавицы собраны в основном из живых деревьев, хотя газовики решили отличиться и собрали елку около дыка газовик из искусственных веток. Зажгись! Зажгла святая наши гости! В праздник чувствуется елочка в этом году просто замечательная, все очень понравилось. Кстати, это самая дорогая елка в Оренбурге. 9 миллионов на зелень и украшение. Таких в России единицы. Правда, опасения были еще несколько дней назад относительно ледяных украшений. Но сами мастера успокаивают. Все будет и фигурки, и сказка, и Новый год. Украшать город нужно для того, чтобы люди каким-то образом отвлекались от проблем, от повседневности. Вот я себя в этом году поймала на мысли. Сегодня уже осталось 4 дня до Нового года, а ощущений нет. Я вот езжу каждый день по улице Терешковой. Она не украшена. Обычно раньше мы ругали городскую власть нашу, что начинали еще украшать город с середины ноября. Там ближе к концу уже стояли украшенные елки. В этом году тоже елки стоят. Но Нового года не чувствуется. Город не такой красочный, не такой радостный. Может, мы все деньги потратили на день города. После того, как город в прошлом или позапрошлом году, в частности, деревья на улице Советской, украсили какими-то фигурами, кругляшками, квадратиками разноцветными, непонятно из какого материала, хуже уже не будет. Не может быть просто хуже. Потому что тем самым настроение людям вряд ли получится испортить, если не вешат эти фигурки странные. Новые годы Приятных праздников, хорошего настроения. Тем более, что этот Новый год мы будем отмечать многому вопреки. До встречи в 2015.